Девушки отдыхают Так что они без всякой опаски показывают вам свои прелестные лица А вот и главная героиня этой иллюзии, вполне подобающе одетая Интересно, понимает ли она во что увязалась? Поскольку ее скоро разрежут пополам, не мешает подготовить жертву магии к испытанию Сначала маг вводит красавицу в транс Затем ее ноги фиксируют надежными колодками Теперь она никуда не убежит Я должен предупредить вас, это крайне опасный трюк Ни в коем случае не пытайтесь повторить его самостоятельно Закрепив ноги девушки, помощницы приковывают к столу ее руки Весьма профессионально Они явно делают это не в первый раз Но самая грязная работа достанется маэстро В других версиях фокуса тела девушки на столе скрывает ящик Но сегодня вы сможете беспрепятственно насладиться видом стальной пилы Разрезающей плоть этой артистки Кажется, спящая красавица проснулась Магу стоит ее загипнотизировать, иначе ассистентку ждет невыносимая боль Но уже поздно, кудесник решительно настроен испортить настроение своей подопечной О, ужас! Он действительно разрезает ее надвое Даже смотреть на это невыносимо Коллеги начинают освобождать жертву магии от цепей Будто в этом есть какой-то смысл Ну, как вам это зрелище? Кажется, она не слишком расстроилась Обе половинки выглядят просто сногсшибательно Ну что же, пора узнать секреты В самом начале иллюзии маг показывает нам пилу И она действительно настоящая Появляется очаровательная ассистентка Несмотря на присутствие этого мрачного изобретения Она настроена позитивно Фокусник вводит девушку в транс И ее укладывают на стол И вот начинается магия На поверхности стола имеется потайная дверь Ведущая в секретное отделение Когда помощницу укладывают на стол Средняя часть ее тела опускается в невидимое нам пространство Но почему нам кажется, что артистка лежит на столе? Дело в том, что красавица одета в специальный корсет Сделанный из сверхтонкого стекловолокна Он спрятан под платьем Удивительный корсет И удивительное тело Это приспособление, имитирующее торс артистки Полностью подготовлено для контакта с пилой Когда девушка соприкасается со столом Ее тело опускается в потайное отделение А каркас из стекловолокна Создает эффект присутствия ассистентки Именно этот фальшивый торс и разрезает пила Выглядит очень убедительно Фиксируя девушку на столе В действительности ее коллеги нас умело отвлекают Обратите внимание, одна из ассистенток Производит под столом какие-то манипуляции Она вставляет внутрь стальную пластину Которая должна обезопасить тело девушки От самой что ни на есть подлинной пилы Когда все приготовления закончены Фокусник запускает агрегат И лезвие уходит вплоть к красавице Как нож масла Но мы-то с вами знаем Что все это чистая бутафория А сейчас человек в маске Заставит исчезнуть Одну из своих верных помощниц Не совсем понятно Откуда у него появилось такое желание Но душа мага потемки Кого же он выберет? Так, понятно Эта артистка всей душой Стремится к полному исчезновению На прощание красавица Исполняет короткий танец Маг должен понять, что он теряет Может, чародей все же ее пощадит? Но кто еще будет для него Бесплатно танцевать на столе? Но когда этот мужчина Принимает решение Ничто не может его остановить И вот наша героиня Растворяется в воздухе Какая жалость Но давайте узнаем Как это могло произойти В начале иллюзия Ассистентка Мага Исполнила перед нами Знойный танец на столе Он никак не был связан С самим фокусом Но все равно порадовал Ценителей прекрасного В этом трюке участвуют Две девушки Одну мы видим на столе А вторая прячется за кулисами Ожидая своего часа Хотя вы об этом даже не догадываетесь Разгадка фокуса Находится прямо перед вашими глазами С этого ракурса Можно увидеть, что под столом Расположен треугольный контейнер Закамуфлированный При помощи зеркал Они отражают стены и пол Делая потайное отделение Невидимым для публики В контейнере есть секретная дверь Также замаскированное зеркало Помните очаровательную ассистентку За кулисами? Она и регулирует потайную дверцу Отлично придумано Появляются сексапильные танцовщицы И закрывают стол Куском шелковой ткани Именно в этот момент И открывается дверца Когда покрывало поднимают Во второй раз Девушка спрыгивает со стола И прячется в контейнере Посмотрите еще раз Дверца открывается Артистка забирается внутрь И теперь мы не можем ее разглядеть Все происходит очень быстро Вот она, работа зеркал Сейчас маг продемонстрирует Еще одну хрестоматийную иллюзию Он попытается поднять девушку в воздух Используя щетину обычной метлы Но это далеко не простые домохозяйки Мытье окон не входит в их компетенцию Впрочем, я не жалуюсь Что-то в них точно есть Интересно, справились бы они с пылесосом? Ассистентки устанавливают свои метлы В соответствующее отверстие Теперь все готово для начала иллюзии А вот появляется и сам фокусник Со своей очередной жертвой Роза Очень тонкая деталь Говорят, девушки не могут устоять перед цветами Будем надеяться, у нее не подкосятся ноги От магических действий иллюзиониста Пока артистка выглядит полной сил Наверняка она сидит на хорошо сбалансированной диете Итак, первая метла Кажется, никакого дискомфорта красавица не ощущает Теперь вторая Никакой страховки Ни снизу, ни сверху У нее в прямом смысле ушла почва из-под ног Все-таки магия — великая сила Или тут есть более приземленный секрет? Мы видели, как девушки установили свои метлы в специальные отверстия Пока все объяснимо Нам кажется, что эти орудия труда совершенно обычные Но не все так просто Присмотревшись к щетине, мы видим, что она скрывает полую стальную трубку Высокие технологии на службе у волшебства Но каким образом это приспособление помогло нашей неподражаемой артистке подняться в воздух? Ее длинная черная накидка скрывает не только потрясающую фигуру, но и корсет специальной конструкции Способный выдержать вес тела девушки Начинайте понимать, как все это работает Под правой рукой ассистентки спрятана деталь, позволяющая соединить корсет с трубкой Сложно назвать это высокой модой, зато практично Когда помощница переходит к следующей метле, за ней прячется еще одна девушка Зрители не видят, как артистка быстро соединяет корсет с трубкой Теперь маг может свободно поднять девушку над метлами, а вся нагрузка придется на ее хитроумный костюм Вот как это выглядит без маскировки Согласитесь, без платья мистический орел быстро улетучивается Компус оказался не таким уж и невероятным Говорят, сэр Артур Конан Дойль искренне верил, что Гарри Гудини обладал способностью проходить сквозь твердые поверхности Посмотрим, удастся ли человеку в маске повторить подвиги легендарного иллюзиониста Нет, наш герой не любуется своим костюмом Это большое зеркало — часть очередного номера А вот и девушки Маг внимательно изучает этот портал в иное измерение В центре мы видим щель, в которую Кудесник может просунуть руку Похоже, нас ждет эффектное зрелище Что бы он делал без своих помощниц? Панель устанавливают на одну из сторон зеркала Поскольку сторон две, фокусник просит принести еще одну панель И в ней мы тоже видим щель Догадались, что сейчас произойдет? Совершенно верно, этот атрибут также присоединяют к зеркалу Маг в последний раз смотрит на свое отражение И вот он начинает жестикулировать Значит, пришло время магии Постойте, но это же было цельное зеркало И все-таки чародей умудрился пропустить сквозь него руку Я не верю своим глазам Маэстро стучит по стеклу, доказывая, что оно прочное Иллюзия завершена В чем же секрет? Все гораздо проще, чем вы думаете В начале трюка Человек-маски показывает нам магический портал Позволяющий проходить сквозь зеркала Девушки демонстрируют это приспособление с обеих сторон И прикрепляют его к зеркалу Затем они приносят аналогичный аксессуар Но на этот раз мы видим только его переднюю сторону И вот почему Если мы посмотрим на оборотную сторону портала То увидим, что под тканью спрятаны две секретные панели Отверстие в центре оставляет для руки мага достаточно места Но когда из-под материи выдвигают панели Становится ясно, что зеркал на самом деле два В этом и заключается главный секрет иллюзии Второй портал устанавливают на место И маг подходит к другой стороне зеркала Пока фокусник отвлекает нас своими пассами Ассистентки вынимают из портала зеркальные панели Присмотритесь, в раме настоящего зеркала Есть пазы, в которые девушки вставляют панели Они работают по системе раздвижных дверей Зрители убеждены, что им показывают настоящее зеркало Но на самом деле это две фальшивых зеркальных панели Разделенные матерчатым порталом Тем временем по ту сторону зеркала Маг берется за секретный рычаг И выдвигает из рамы настоящее зеркало Которое закреплено внутри на петлях Теперь перед ним остался только портал из ткани Пока маг проходит сквозь это сомнительное приспособление Ассистентка ставит зеркало на место И занимает свое место у передней стороны рамы Оказывается, не нужно быть гудене, чтобы проходить сквозь зеркала Вот и вся магия А сейчас вас ждет иллюзия, которую уже неоднократно демонстрировали в телевизионных шоу Различные маги Это таинственное исчезновение крупного объекта Если вы подумали, что речь идет о грузовике весом в 30 тонн То вы оказались абсолютно правы Хотя для этого номера прекрасно подойдет также самолет или танк Но мы остановились на грузовике Красивые девушки появляются по первому желанию волшебника Везет же ему Уверяю вас, машина настоящая Ее длина 10,5 метров, а высота 4 метра Пол ангара состоит из цельного бетона В нем нет никаких потайных дверей Кажется, маэстро не может оторвать глаз от великолепного грузовика Ведь чародей знает, что скоро этот стальной монстр исчезнет А вот и еще один впечатляющий атрибут фокуса Огромная стальная клетка весом в целых 2 тонны Переднюю часть грузовика надежно прикрепляют к воротам Цепью с пуленепробиваемым замком Да, более надежную защиту и представить сложно Маг проверяет стальную конструкцию на предмет наличия секретных лазов Все чисто Теперь эта титаническая машина окружена сталью со всех сторон Поверьте, никакой возможности покинуть западню у грузовика не осталось Если, конечно, не произойдет настоящего чуда Посмотрим, на что способен кудесник Для чистоты эксперимента на площадку были приглашены очевидцы Которые подтвердят, что фокусник играет по правилам Поскольку этих людей отбирали по случайному принципу На их мнение можно положиться Все будет происходить прямо на глазах у зрителей Как это бывает во время живых театральных представлений Ну что же, все готово для грандиозной иллюзии Очевидцы бросают последний взгляд на огромную машину И занавес, наконец, падает вниз Что же будет дальше? Зрители берутся за руки и образуют живое кольцо вокруг клетки Вот это действительно командная работа Маэстро будет непросто осуществить задуманное Кажется, у него нет ни малейшего шанса Или я ошибаюсь После очередной серии магических пассов Клетка начинает отрываться от земли Это логично Больше ей просто некуда деться В любом случае, впечатляющее зрелище Что же происходит за этим покрывалом? Наверняка свидетели просто умирают от любопытства Как говорится, близок локоть да не укусишь Еще немного магии и многотонный объект поднимается в воздух Даже при помощи крана такое было бы практически невозможно осуществить Нас никто не предупреждал о том, что это фокус с летающим грузовиком Давайте посмотрим, что будет происходить дальше Мы видим, что под клеткой нет никаких следов машины Только бетонный пол Никаких подъемников или секретных панелей Неужели грузовик действительно исчез? Томительные ожидания уже невозможно терпеть Маг снова концентрирует мистическую энергию И вуаля! Машина исчезает окончательно Волшебник Восоединяется с группой своих помощниц Видимо, их танец должен компенсировать отсутствие грузовика Замечательный фокус, маэстро Но теперь мы хотим узнать ваши секреты Перейдем к разоблачению Каким образом чародей ухитрился растворить в воздухе махину весом в 30 тонн? Разумеется, это был всего лишь ловкий трюк В самом начале иллюзии Маг показал нам грузовик со всех сторон Мы убедились, что это вполне реальная, внушительная машина Но не только эти девушки замешаны в махинациях кудесника В автомобиле прячутся еще несколько сообщников Они готовятся принять участие в этом грандиозном фокусе Привет, ребята! Маг забирается в кабину и машет нам рукой Запомните, если человек в маске пытается убедить вас, что ничего особенного не происходит Он стопроцентно пытается скрыть нечто важное С этого ракурса мы видим, что в грузовике прячется водитель Неплохой способ избежать штрафа за превышение скорости Волшебник выходит из клетки И ее надежно запирают Пока все честно Ворота так и останутся закрытыми до конца фокуса Теперь чародей проходится по сцене, демонстрируя, что грузовик полностью окружен клеткой Маг вызывает свидетелей, и они образуют живую ограду вокруг объекта Затем клетку накрывают огромным шелковым покрывалом Скрытые от взглядов зрителей водитель и работники сцены начинают действовать Они выбираются из кузова и занимают позиции у стен клетки Любопытно, на глазах у окружающих они обычно работают значительно медленнее Снаружи очевидцы берутся за руки в полной уверенности, что теперь мимо них не пролетит и муха Но так ли это? Если вам показалось, что эти люди не слишком заинтересованы происходящим Это объясняется тем, что они уже многократно наблюдали данный трюк прежде Вам этих людей представили как случайных очевидцев, хотя на самом деле каждый из них имеет финансово подкрепленную договоренность с магом Под прикрытием ткани сообщники человека в маске начинают действовать Если присмотреться, можно увидеть, что клетка снабжена колесами И к тому же приварена к кузову грузовика Движение ткани и специальное освещение маскируют перемещение автомобиля Но почему же покрывало остается на месте? Дело в том, что шелковая ткань не соприкасается с клеткой, как нам показалось со стороны Материя просто свисает со стальной рамы Которую поддерживают кабели, покрашенные в черный цвет Они свисают с потолка ангара В момент, когда поднимают ткань, у грузовика появляется возможность покинуть этот участок вместе с клеткой Прямо за машиной открывается проход И очевидцы попросту расступаются, позволяя главному объекту иллюзии исчезнуть Происходящее скрывает от наших глаз шелковая ткань Машину надо отгонять крайне осторожно, чтобы не выдать ее движение Но как же быть с шумом мотора? Свидетели используют весь свой талант, чтобы симулировать полное спокойствие на площадке Этим людям неплохо платят Именно поэтому подобные трюки демонстрируются в телевизионных версиях Они перед действительно непричастной к фокусу аудитории Как только машина покидает сцену, очевидцы возвращаются на свои места Все следы побега ликвидируются, и маг готовится к триумфальному окончанию номера Публика продолжает считать, что огромный грузовик свободно висит над землей Но теперь мы знаем, что это далеко не так Шелк срывают со стальной рамы, и он изящно опускается на пол ангара Свидетели симулируют крайнюю степень удивления Многотонный грузовик исчез без следа Вот она, довольно простая механика незабываемой иллюзии Маг приступает к опасному трюку, получившему название Клеть обреченных А вот и девушки, которые всегда готовы рискнуть вместе с маэстро Разумеется, без группы танцовщиц эта иллюзия не смотрелась бы так эффектно Напоминаю, когда маг работает без маски, ему помогают другие девушки Так что их лица не помогут вам идентифицировать нашего кудесника Даже не надейтесь Как бы то ни было, я в восторге от этих артисток Фокус, который вы сейчас увидите, считается одним из самых рискованных И даже когда вы узнаете механику его исполнения, не вздумайте пытаться повторить его Подобные номера способны демонстрировать только профессионалы высочайшего уровня Задача мага — сбежать из этой стальной клетки до того, как он станет жертвой смертоносных кольев Метровые шипы остры, как бритвы Клеть изготовлена из чрезвычайно прочной стали Все, что удерживает шипы от падения — это 500-килограммовый балласт Когда его высвободят, панели с шипами со страшной скоростью сомкнутся Пора переходить к делу Мага должны надежно зафиксировать в железной тюрьме На его руках мы видим массивные оковы Привычный для фокусника аксессуар Теперь у него не осталось шансов на побег Замок на двери гарантирует полную изоляцию кудесника Попрощайтесь со своим кормильцем, дамы Страсти накаляются А вот и огонь! От ритуальной передачи факела Мы переходим к ритуальному поджиганию веревки Когда она прогорит, кудеснику придется познакомиться со смертоносными, безжалостными кольями Может фокусник рассчитывать хотя бы на толику приватности И все же благодаря его силуэту мы видим, что именно происходит внутри клетки Похоже, магу удалось освободиться от всех своих оков Теперь надо выбраться из клетки, пока ее не прокомпостировали зловещие колья О нет! Поздно! Но вот же он, наш маэстро, целый и невредимый Вы же понимаете, мы не могли пожертвовать своим главным осведомителем из мира магии Ради эффектной гибели на экране Он еще не успел раскрыть всех секретов Что же помогло кудеснику вырваться из плена за секунду до неминуемой смерти? Приступим к разоблачению Мы видели, как на чародея надели оковы, а потом заперли его в клетке Замок на дверце настоящий Но маг и не собирался ее открывать Наручники тоже не являются бутафорскими Но фокусник знает, как открыть их за считанные секунды Достаточно вынуть вот этот небольшой стержень Но если проход в клетку надежно заперт, как фокусник из нее выбрался? Это покрывало из белого шелка неслучайно было задействовано в иллюзии Сзади мы видим, что в момент, когда падает штора Чародей быстро выскальзывает из своего убежища, отодвинув потайную панель Важно все делать очень быстро, ведь скоро включится специальная подсветка Посмотрим еще раз с нескольких ракурсов Маг покинул клетку, но его силуэт создает иллюзию присутствия Зрители уверены, что чародей продолжает отчаянно бороться за свою жизнь Ну что же, актерские данные мага никогда не вызывали у нас нареканий Осталось узнать, кто на самом деле оперирует смертоносными шипами Маэстро лично нажимает секретный переключатель, расположенный в основании клетки Таким образом, он оповещает работника сцены о том, что колье можно приводить в действие Присмотритесь, вот как фокусник активирует переключатель Теперь оператор может со спокойной совестью позволить шипам сомкнуться Подсветку отключают, и маг забирается на самый верх клетки Используя прутья решетки вместо ступенек Как вам такой путь к славе? Все не так уж сложно, если знать секреты А вы думали, что это чистая магия? Следующая иллюзия достаточно зловеща Главным атрибутом в ней выступает этот круглый стол для спиритических сеансов Мы можем убедиться, сверху и снизу нет никаких сомнительных приспособлений Пора начинать представление Появляются очаровательные девушки, которые занимают места за столом Они явно не собираются играть сегодня в покер Несколько магических пассов и обстановка приобретает мистический колорит Кажется, ассистентки по-настоящему увлечены процессом Маг не случайно выбрал себе помощницы таких внушаемых особ Один их вид вводит меня в транс Девушки концентрируются, их пальцы касаются поверхности стола Но что это? Мы определенно имеем дело со сверхъестественным феноменом Кажется, эти вибрации смущают наших артисток Оказывается, человек в маске является еще и экспертом по телекинезу Но даже маэстро не в состоянии справиться с этим случаем полтергейста Аккуратно Говорят, что в этой профессии очень важно сохранять душевное равновесие Впечатляющий трюк, если, конечно, не знать, на чем он построен Многие иллюзионисты пытаются убедить публику в том, что они обладают паранормальными способностями Но все это, конечно же, фикция В начале фокуса маг показал нам, что его руки пусты И он не использует никаких приспособлений Но вы не знали, что в обоих рукавах кудесника Были спрятаны стальные стержни Удерживаемые там застежками на липучках Легкое движение кисти позволяет высвободить стержни При помощи которых чародей и поднимает стол в воздух Сам объект довольно легкий Пока девушки рассаживаются за столом Маг начинает делать таинственные пассы В действительности он вынимает из рукавов стальные стержни И вставляет их в соответствующие пазы Ловко придумано В одной из сторон стола проделаны отверстия нужного размера Именно они позволяют фокуснику быстро и элегантно взять на себя Бразды управления этим деревянным объектом Умелые действия человека в маске убедили публику в том, что стол поднялся в воздух по воле призраков Но теперь мы знаем, насколько простым является подлинный секрет Этого трюка Наш маг попытается снова бросить вызов судьбе Оставшись в блоке льда без воды и пищи на целую неделю Разве такое возможно? Сейчас вы убедитесь сами Восемь дней назад Скульпторы, работающие со льдом, начали составлять уникальную камеру из 45 блоков Каждый весом в 140 килограммов Ледяная тюрьма станет пристанищем человека в маске на ближайшую неделю Он месяцами готовился к этой иллюзии Используя технику йогов для контроля над дыханием и сердцебиением Таким образом маг приучил свой организм долго выдерживать низкие температуры Будем надеяться, что тренировки не прошли даром Поверхность камеры обработали сухим льдом для того, чтобы она не растаяла слишком быстро Проходят сутки Кажется, все готово к иллюзии Фокусник изучает свой ледяной плен Весь мир следит за судьбой маэстро Удастся ли ему справиться? Маг поднимается в ледяную гробницу Мы видим, что там установлена миниатюрная камера Благодаря ей мы сможем наблюдать происходящее внутри Сейчас нашего безумца изолируют Последний глоток горячего кофе И больше никакой жидкости в ближайшие 7 дней Ассистентка подсоединяет кабель к проволоке в рукаве мага Его костюм снабжен специальной проводкой, позволяющей контролировать состояние организма худесника Если что-то пойдет не так, на мониторы поступит предупредительный сигнал Пока все показатели в норме Но ситуация, несомненно, изменится Сейчас или никогда Массивный блок задвигают на место Напоминаю, это крайне рискованная иллюзия Сочетание низкой температуры и угрозы падения льда на мага поистине смертоносно Не пытайтесь повторить это ни при каких условиях Наконец камеру полностью запечатывают Ассистенты закрывают все отверстия сухим и в дом, превращая эту тюрьму в гигантский герметичный ледяной контейнер Насколько толщина стен камеры составляет около 60 сантиметров Быстро вызволить из нее мага в случае опасности не удастся Сначала рабочим придется вырезать отверстие в стенке Внутри становится все холоднее Но кудеснику надо привыкать, ведь его испытание только началось Наступил второй день эксперимента Условия оказались жестче, чем ожидалось Температура тела человека в маске понизилась с 37 до 26 градусов Доктора обеспокоены его состоянием Маг находится на грани обморожения Возможно образование кровяных сгустков и последующий инсульт Рабочие наносят новый слой сухого льда И температура внутри камеры снова уменьшается Мороз становится невыносимым Однако медики все еще способны отслеживать признаки жизни в организме фокусника Несмотря на экстремальные условия, его сердцебиение остается в пределах нормы День четвертый, лед начинает таять Если стенки камеры ослабнут, на голову мага может обрушиться несколько тонн льда На пятый день поверхность камеры подвергли дополнительной заморозке Теперь мы можем наблюдать за состоянием фокусника Исключительно при помощи мониторов Кажется, он все еще дышит Наступает шестой день Кудесник достиг предела своих возможностей, но впереди еще 24 часа Его тело полностью истощено, но маг продолжает стоять на ногах Седьмой день эксперимента Настало время выпустить маэстро из этой камеры До того, как она превратится в ледяной саркофаг Удастся ли человеку в маске выжить? Каковы секреты борьбы со смертельным холодом? Итак, человека в маске поместили в камеру, созданную изо льда, общим весом в 6 тонн Маг находился внутри нее на протяжении 7 дней без пищи, воды и сна Неужели человек способен выжить после такого испытания? Наступает момент истины Появляются рабочие с бензопилами Необходимо вырезать отверстие в стенке камеры для того, чтобы вызволить из нее фокусника Напоминаю, толщина стенок составляет около 60 сантиметров Смельщику осталось продержаться немного, а вот и он Несмотря на маску, я вижу, что иллюзионист находится на грани обморока Спасателям лучше поторопиться Отверстие не должно быть слишком большим Иначе купол камеры обрушится на фокусника, что означает неминуемую смерть Кажется, наш герой еле жив Ну что же, если события будут разворачиваться по худшему сценарию Одет он вполне подобающий для похорон В черное Последствия воздействия экстремальных температур налицо Маг близок к гипотермии и частичному обморожению Не говоря уже об очевидном истощении и обезвоживании Сейчас он даже не может стоять на ногах без посторонней помощи Хотя фокуснику удалось ввести свой организм в продолжительный транс Никакая концентрация не может убереть человека от лютого мороза Хотя чародей вышел живым из этого испытания И никто не знает, как скажется пребывание в ледяной камере на его организме Ведь он был лишен воды, пищи и свежего воздуха Не забывайте, ледниковый период уничтожил всех динозавров на Земле Что уж тут говорить об одном человеке Впрочем, мы можем не знать подлинного масштаба его возможностей Группа помощников готова в любой момент транспортировать тело иллюзиониста в машину скорой помощи Да, ему определенно требуется поддержка Им лучше поспешить Чародей выглядит крайне истощенным Будем надеяться, что для него найдется свободная койка в клинике Или ему надо забронировать местечко сразу в морге Скоро мы все узнаем А вот и наш храбрец Уму непостижимо, но ему удалось выжить в импровизированной морозильной камере Пора раскрыть карты Все это был ловкий трюк Фокусник пытался убедить нас в том, что он провел неделю в ледяном контейнере и выжил Но это в принципе невозможно Внутри было теплее, чем в вашем холодильнике Сейчас температура составляет около 12 градусов по Цельсию Человеческий организм не может продержаться внутри ледяной камеры Без воды и пищи более 48 часов Но магу этого и не требовалось Ведь в полу камеры находилась потайная дверь Снаружи к подмене уже был готов дублер Который сменял фокусника на боевом посту В какой-то момент внутри камеры оказывалось сразу два человека в маске Посмотрите еще раз Изнутри и снаружи Если бы не слой сухого льда, мы увидели бы момент подмены Маг и его дублер стараются находиться как можно ближе друг к другу И снаружи кажется, что внутри не происходит ничего из ряда вон выходящего Но теперь мы знаем истину Кудесник спускается в потайной лаз и закрывает за собой дверцу Оказавшись снаружи, он отправляется в небольшую кабинку, спрятанную в платформе Там иллюзионисты ожидают все необходимые удобства Постель, напитки, пища И даже телевизор, по которому показывают Невероятные испытания человека в маске Тем временем на платформе сверху дублер самоотверженно сражается с холодом Именно этого артиста мы видели сквозь лед Но если маг покинул свою тюрьму, что за показания мы видели на мониторах? Дело в том, что ассистентка не просто считывает показания Обратите внимание на это миниатюрное приспособление В действительности это ее собственное сердцебиение передается в компьютер И это не единственная технологическая уловка Когда фокусника сменяет его дублер на экран Передается заранее записанное видео с участием человека в маске Этого достаточно, чтобы обмануть зрителей И вот на седьмой день наш маг в прекрасном расположении духа покидает свой ледяной плен Он старается выглядеть изможденным Но мы-то знаем, что этот хитрец находился во вполне комфортабельных условиях Скоро он вернется с новыми фокусами Субтитры создавал DimaTorzok